У нас есть три заголовка всей этой системы. Эти заголовки, надо понять, почему есть три заголовка у одного и того же, казалось бы, изложения, в одной и той же более-менее разделе, в одной и той же теме. Чем надо, и попробуем это понять. Значит, отличие субботы от практиков у нас есть в двух аспектах. Первый – это аспект то, что в субботу запрещена всякая работа, а в праздники разрешена работа для приготовления пищи, за исключением Йом-Кипура, про которого специально особо сказано «однако», просто там подчеркиваю, что это не как обычно, и что это суббота-суббота. Но в остальные все праздники и в первый день Песоха, и в последний день Песоха, и в Шивот, и в Йошашана, и в первый день Суккота, и в последний день Шминиоцент, который мы здесь не забрали. Но во все эти праздники можно вовить. То есть запретов меньше, чем в субботу. Это первый аспект. Есть второй аспект отличия, очень интересный. Назначать субботу народ не может. Суббота, как она идет, каждый седьмой день, так и идет. Мнение мудрецов здесь несущественное. Мы, кстати, обсуждали в прошлый раз, что в интересном моменте оно появляется существенным, когда мы определяем про острова Тихого океана. То есть если мы идем из страны Израиля на запад или на восток, то совершенно ясно, что день продолжается тот же. То есть дойдя до Португалии или в другую сторону, дойдя до Китая или до Аляски, не до Аляски, а до Чукотки, здесь ясно, что должно быть один тот же день в субботу. Не может быть перерыв. А вот когда мы переходим на острова, то уже непонятно, по какому же параметру мы должны считать острова. Вот Америка. Она в смысле субботы должна быть подключена к Европе или она в смысле субботы должна быть подключена к Азии. Сегодня она подключена к Европе, но это вообще-то следствие просто исторического процесса, связанного с тем, что испанцы и Португалии в начале XVI века поделили глобус, как известно, и установили, что Испания движется на запад, а Португалия движется на восток. И, значит, соответственно, они из Европы стали распространять свою дату, как они завоевывали. И пока они не встретились в Тихоматеране, это не против Рейчелу одно другому, но как только они встретились, а встретились они совсем не так тривиально. Например, Филиппины были завоеваны из Америки испанцами, а вовсе не португальцами. И на Филиппинах таки действительно была американская дата. Сегодня там азиатская дата на Филиппинах. Понятно, что географически они ближе, несравненно к Азии, чем к Америке. Но исторически была и американская дата на Филиппинах. А потом вдруг решили в некотором получении независимости, кажется, или какой-то примерно в это время, вдруг поменять совершенно кардинально дату и прям после четверга устроить субботу или после пятницы, воскресенья. Я уж не знаю, как у них это произошло конкретно. Вот был такой переход. А у островов в Тихоматеране вообще непонятно, где проводить линию переменной даты. Поэтому это вопрос уже нашего вмешательства. То есть даже суббота на отдаленных островах, да и сама Америка, по сути дела, и уж тем более острова в Тихоматеране, это вопрос нашего волонтарного решения. Как мы построим там датировку. Но тем не менее, все-таки в основном суббота, если мы смотрим про СССР, она нам не подчиняется. Как приходит календарь, так она и будет. Однако праздники уже нам немножко подчиняются, потому что начало месяца устанавливается мудрецами. И мудрецы могут отодвинуть начало месяца и совершенно самовольно решить, что на день и на два, и как они захотят позже. И поэтому это уже не совсем вещь сверху, свыше, а некое участие человека есть. И это участие человека, оно может объяснить то, что есть второй заголовок. Был первый перед субботой, а второй раз перед праздником. И в каком-то смысле эти вещи связаны между собой. Потому что связаны между собой эти два аспекта праздника. Почему в праздник можно готовить еду, а также праздники несколько подчиняются тому, а к мудреце и шат. Потому что в празднике еврейский народ некое участие принимал в установлении системы, в установлении самих праздников. Суббота была, потолки евреев появились на земле. И Всевышний не спрашивал не только евреев, а вообще человека, как ему сделать субботу. И человек не принимал участие в этом. Есть только не метафизический Адам в раю. А исторически явно не принимал. А вот в праздниках евреи принимали участие. Нужно было выйти из Египта, нужно было согласиться на явание Тарыси на Синае. Но это было, скорее, согласием, а не активным участием. Это было пассивным согласием или даже присоединением, но не инициативой еврейского народа. Поэтому участие было небольшое. Поскольку участие было небольшое, то сдвигать это можно немножко. И, соответственно, готовить еду можно, то есть соблюдение покоя нарушается немножко в празднике. Мы вообще упоминали уже в прошлый раз эту важную концепцию, что есть большая-большая ошибка, которая тоже происходит, может быть, из нескосредневековых представлений о том, что то, где больше запретов, там больше святости. И поэтому суббота якобы получается более святость, чем у праздников. Что, конечно, совершенно неверно. Потому что в идеале, мы уже говорили, что в мессианские времена остаться из всех праздников должен именно пурин, который вовсе не содержит в себе запрет. И это, наоборот, скорее продвижение от запретов к свободе в праздник, оно есть в ходе истории. А вовсе это не уменьшение святости, а увеличение святости. Потому что суть запретов – это несовершенство мира. Точнее так, источник запретов – несовершенство мира. И поэтому то, что есть сложности с субботой и с праздниками, и разные вещи запрещены, это не потому что такой идеал, а потому что несовершенство мира вызывает то, что желание реализовать святость, оно сталкивается с тем, что приходится за это платить запретами. А это вовсе не хорошо. Это, наоборот, минус. Вот, когда человек его подробно объясняет, он абсолютно идет в полное противоречие с традиционным представлением, что чем больше святости, тем нам должно быть больше запрета. И я уже сказал, что, видимо, просто голодное представление, а это сраильное представление, что наоборот. Святость, она в свободе, а не в запретах. Вот. Но это как бы отдельно у нас здесь. Но вот это вот параллель, не значит тем, что большая часть еврейского народа и есть меньше запретов, и есть больше участия еврейского народа в установлении праздника, то есть и было больше участия в самом празднике исторически, и есть большее влияние на его дату, и есть меньше запретов, эти все вещи взаимосвязаны. И вот эта вторая часть после субботы, в которой это максимальный запрет, дальше у нас праздники Тары, в которых поменьше запрета. Но с этой точки зрения возвращаемся мы к третьему заголовку, который мы начали обсуждать в 44-х. И Маше объявился нам из-за или о праздниках Господа. Какие же тогда праздники? Это относится к предыдущему, а зачем заголовок? И можно, конечно, считать, что это просто как бы итог, но Раф Шерти представляет абсолютно другую концепцию, абсолютно нетривиальную и необычную, которую я нигде не видел, кроме него, и, наверное, это Маниту, о том, что теперь идут третий вид праздников, праздники Дарабанан. И поэтому вот этот отрывок «Три дальнейших отрывки, сделай мор» – это три отрывка про праздники Дарабанан. И это, конечно, совершенно неожиданно объясняет нам эти отрывки, потому что они совершенно непонятные. Там есть про светильник, про хлеб лицезрение, который, то есть зажигание миноры, хлеб, который, или хлеб-предложение, который его называют, который стал возлагаться на храме, и история про богохульство. И какое они имеют отношение ко всей нашей теме, абсолютно непонятные. Тем более, что про светильник и про хлеб лицезрение у нас раньше все это было написано. И почему это надо повторять прямо здесь, какая связь с книгой Левит, не видно вообще. А история про богохульство тоже непонятна, почему она вдруг вырывается в это место. Казалось бы, историческое событие, которое никак не связано с структурой. Если вся структура в той половине книги Левит – это про святость, можно сказать, окей, это статусе лжественной имени, богохульство – это нарушение этой святости. Но история здесь, непонятно, почему эта история, это же не закон просто. Это вырывается событие, и оно не... И, как я уже сказал, с точки зрения Амашерки понимать надо следующим образом. Что дальше у нас приходится к светильнику. Это 24 стих, 24 глава. И там сказано о том, что надо чистое оливковое масло для освещения, что Арон должен зажигать, и там все хорошо, и все понятно. И это у нас раньше уже все было сказано. Ничего особенно нового здесь на эту тему не говорится. И тогда, с точки зрения Амашерки, смысл того, что это приводится, это потому что праздник Ханука. Потому что теперь мы переходим к праздникам Дербанан, которые не могут быть написаны в таре в явном виде. Так не может нам открыть про Хануку и Пурим. Она дает только некими намеками. И поэтому про светильник нам здесь сказано, не потому что нужно про светильник их рассказать, а потому что нужно сделать некий-то элемент в системе праздников, который потом с ним свяжется Ханука. Но как бы в системе должен быть праздник, связанный с минорой, который потом реализовался в Хануке. Может быть, это было потом еще неизвестно, как он реализуется, что это были разные варианты, но реализовался в Хануке. А потом с пятого по девятый стих – это хлебницезрения. Или хлеб... Я не помню, что вы переводили. Довольно сложное выражение, которое непонятно на русский переводить. Но тоже вся структура, нам ее сказано, мы ее знаем. Но почему он здесь сказано? Потому что второй праздник должен быть связан с столом хлебами предложения. То есть первый связан с минорой – это Ханука. С зажиганием, с мудростью. А второй связан с едой. И это Пурим. Пурим у нас связан с едой, но, прежде всего, потому, это не просто случайная связь, что в Пурим устраивают Пуримскую тряпезу. А Пурим – это физическое избавление. Если Ханука – это духовное избавление, то Пурим – это физическое избавление. Соответственно, здесь у нас так говорит, один праздник будет связан с минорой – это праздник духовного продвижения. Другой будет связан с столом и хлебами предложения. Это будет связано с физическим выживанием. И это, соответственно, реализовалось в празднике Пурим. И тогда у нас понятно, какое значение имеет, почему здесь сказано вдруг про минору и про хлеба предложения. А вот дальше у нас совершенно необычная история, которая вообще непонятна. И она непонятна сама по себе, и она непонятна в системе праздников. Сама по себе история такая. Вдруг неожиданно рассказывается, что был человек, который сын израильтянки и египтянина. И он вышел в среде сынов Израиля. То есть, как бы, стал какие-то конфликты у него образовались в среде сынов Израиля. Он поссорился с израильтянином в стане. Это 10 стих 24 главы. Совершенно непонятно, что, как, почему поссорился. Но поскольку здесь сказано, что он поссорился в стане, то это понимается, что он поссорился на тему стана. То есть, первая у нас вещь, связанная с минорой, ставился с хлебами предложение, а третий, то есть вообще с светской областью, не с храмом, а с астана. И поэтому в стане говорится так. Поскольку нам сказано, что он еврей по матери, египтянин по отцу, и он из колена дана, как нам сказано в следующем стихе, что его мать из колена дана, то это понимается так, что он поссорился на тему того, где он должен располагать свой шатер. Он хотел расположиться в разделе дана, там, где был стат дана. А колено, оно по отцу, а не по матери. То есть, еврейство по матери, а колено по отцу. И поэтому этот человек, у него была полностью нарушена нормальная идентичность. Он, с одной стороны, сын из религиянки, поэтому он еврей. Он египтянин, поэтому он не относится ни к какому колену. И при этом он не может поэтому ни расположиться в своем колене, там, где есть колена дана, ни расположиться между теми, кто присоединились, то есть, Эр-Эв-Раф, но не хочет в Эр-Эв-Раф идти. Эр-Эв-Раф – это те, кто присоединились. А он природный еврей, он сын из религиянки. Поэтому он с одной стороны еврея, а с другой стороны, к какому колену не относится, к герам, то есть к поэзелитам, отношения тоже иметь не хочет, поскольку он родился евреем. И у него тогда разрушена полностью вся его идентификация, у него нет места, получается. Он такой один ненормальный. Все остальные евреи имеют. Если уже евреи, то ты к какому колену относишься? Или ты присоединился, а ты относишься к бразелитам, а он и не дает другое. И, соответственно, у них возник конфликт. Теперь, слова «вышел в среде сынов израилевых» понимаются традицией, как то, что он вышел в Бейдин. То есть пошел свои права определять через суд. Теперь, и Бейдин, ни много ни мало, говорит Медляш, что он пошел в Бейдин Моисея. И Бейдин Моисея не смог ему дать никакого решения. И поэтому возник конфликт. То есть Медляш присоединяет этот конфликт не просто к тому, что был человек с ненормальной семантификацией, а в том, что это крушение полной системы управления. То есть, если есть конфликты, то, по идее, их должен решать суд. А этот человек, он таки пошел в суд. И более того, местный суд не мог ничего решить, он дошел до Верховного суда. И Верховный суд тоже ничего не смог решить. То есть, хотя по тексту у нас как будто это социальный конфликт, Медляш подчеркивает, что это не только конфликт социума, это конфликт правительственного управления. И тогда он поссорился, и тогда он стал проклинать Божественное имя. То есть, ситуация проэлитики. Во-первых, колено Дана тоже здесь, понятно, ведет себя не самым лучшим образом. Не то, что колено Дана хорошее, они себе законны, а он никакой нехороший. Ну, хорошо, но он действительно по отцу, колено считается по отцу. Но мать-то у него из колена Дана, ну что вы не можете вообще человеку дать поставить шатер в своей территории, своего стана, ну пусть он там на краю стана поставит, но вы ничего не можете решить здесь, вы не можете с ним договориться. И в результате невозможности договориться, он идет в суд, и суд тоже ничего не может решить, и полный пралич. И тогда это переходит в конфликт, и он начинает оскорблять имя. То есть, его, как бы так сказать, гневная реакция связана с тем, что вот весь этот стан, он здесь именем Всевышнего. Именем Всевышнего здесь установлен определенный порядок, есть у каждого свое место. А вот он сам в этом стане, который именем Всевышнего, для него места нет. Вот этот вот конфликт ведет к тому, что имя оскорбляется. То есть, он оскорбляет имя и проклинает не просто случайно, не просто злодей, а у него полная, как бы, фрустрация нормального религиозного чувства, потому что зачем нужна вообще религиозная система? Религиозная система нужна для того, чтобы правильно построить социальные отношения. Если эта религиозная система не может дать ему место, то зачем она вообще нужна, так он ее проклинает. Теперь, он здесь все равно наказывается, потому что это все равно недопустимо. Но нет, по очередной, здесь нет хороших и плохих. Здесь все виноваты. Этот человек виноват, колено Дана виновата, и Моисей виноват, что самое важное. Вина Моисея здесь не сказана в прямом тексте, но Меде аж ее добавляет, что Верховный суд мог ничего решить. Поразительно, что имя его матери, и Шламид Додж-Диври, Шламид – это мир, а Додж-Диври – это тот, кто и разговаривает, Ведабер. И, казалось бы, это мир, который посредством разговоров можно сделать. Это корень. И вот этот корень не может реализоваться. Он не может путем разговоров привести к миру. Меде аж, который обычно, он по-другому это, конечно, толкует, то, что она слишком была на мир настроена, поэтому с египтянином связалась, и слишком любила со всеми поговорить. И вот результат. У нее, значит, появился ненормальный сын от ее брака с египтянином. Других таких не было, она такая единственная. Это как бы такой подход, который хочет сказать, что этот человек плохой, а все остальные здесь хорошие. Но, если мы посмотрим на Медеа, что он обратился в суд, тогда никто хорошего здесь не будет. А наоборот. Поэтому, получается, наоборот, фактически это нереализованный потенциал. Потому что есть потенциал мира, потенциал на основе разговора, мир на основе договора. А здесь это невозможно. Есть судебная система, она не действует. И человек этот, его сама ситуация выталкивает. То есть, здесь как бы полное несовершенство самой ситуации. И поэтому, его помещают под стражу по решению, до решения по слову Господа, 12 стих. Медеаш подчеркивает, что это проблема для Маше. Он не знает, что с ним делать. Медеаш поразительным образом подчеркивает, что сам Маше тоже обладает, Маше тоже обладает двойственной самоидентификацией. У него есть еврейская, у него есть египетская самоидентификация. А этого человека тоже есть еврейская, египетская. И что же, как же это решить? То есть, вот эта вот двойственная самоидентификация, она же и проблема, и она же и потенциал. Мы обсуждали, когда мы обсуждали книги «Исход» и дальше книги «Вторе законе», мы обсуждали биографию Моисея, и Моисей назначен вводить еврейский народ, и мы говорили, что такая причина в том, что у него есть эта двойственная самоидентификация. Если бы ее не было, он не мог бы выводить еврейский народ. А Аарон, у которого есть одна самоидентификация, если мы спрашиваем, а где же есть одна самоидентификация? Это Аарон. У Аарона одна самоидентификация еврейская, но нет ни египетный, ни международный. Он не воспитывался в доме фараона, и он не жил в Медяне. В каком эпосуке? В каком эпосуке? Да, мы находимся в 12 стихе. Если можно отключить микрофон, иначе... Подожди, ты сказал в 12? Да, 12 стих. 12 стих, конечно. С это... Да, 24 глава. Это ситуация, что поместили его под стыражу до решения по слову Господа, потому что Моисей не может принять решение. То есть, здесь опять подчеркивается, Медяш на 12 стих, подчеркивает, что это паралич системы власти. Моисей и принять решение по нему не мог вначале, и когда конфликт с ним тоже не может ничего решить. Потому что вот эта двойственная самодификация, то, что я хотел сказать, она, с одной стороны, проблематична, а с другой стороны, она же и потенциал. Вот Аарон, который обладает одной самодификацией еврейской, он не может быть лидером еврейского народа, он не может вывести евреев из Египта, он чисто внутри народа. Чтобы вывести, Лидия должен отойти от народа, должен к себе его тянуть. И для этого Моисея тройственная самодификация еврейская, египетская, и медианская. А здесь у нас человек с двойственной самодификацией, и он не может найти места. То есть это и решить по нему ничего нельзя. Это явно обвиняется система, а не этот человек. Теперь, и дальше, что же Бог Моисею говорит? То есть какое решение Всевышний говорит? Он говорит так. Первый пункт, и дальше мы, это решение очень необычное, которое здесь сказано. Оно очень нетривиальное. Первый пункт нам сказано, что того, кто проклинал, нужно казнить. Потому что то, что он, в отношении него система была неправильна, вела себя нехорошо, да, это проблема системы. Но проклинать все равно допустить нельзя, чтобы человек проклинал Всевышнего. Поэтому 14 и 15 стих это то, что этого человека надо казнить. И 15 стих, и 16 то, что всякий, кто проклядает Бога и кто будет оскорблять имя Господа, должен быть предан смерти. Это первое. Но дальше этим не ограничивается. Дальше говорится, начинается рассмотрение различных преступлений, которые к этому почему-то Всевышний находит необходимым здесь повторить вещи, которые мы знаем и знаем из других мест старых. И кто убьет человека, будет предан смерти, а кто убьет скотину, должен за него заплатить, а увечья, он должен, значит, соответствующие увечья. Я опять сейчас не перехожу к вопросу, что это компенсация. Здесь это представлено как разные степени убийства сначала, а потом нанесение увечья. И дальше разница от убившей скотину или человека, но самое главное здесь потом вдруг 22 стих «Закон один да будет у вас и для пришельца и для уроженца, ибо я Господь Бог ваш». И вот здесь мы видим некоторый парадокс. В отношении этого человека, который не смог найти свое место, в отношении него наказание-то оно одинаковое за то, что он может неправильно поступить и сделать преступление и проклинать Бога. Но закон один как-то это смотрится здесь немножко критикой. Вот то, что здесь сказано «закон один будет у вас», это с одной стороны как бы в системе законодательства хорошо, и это видится как критика со стороны Всевышнего по отношению к ситуации. потому что вы должны были здесь сыновья Дана, которые полноправные граждане, а не просто полноправные граждане, а одно из колен, то есть они выражаются современным языком, они не просто каждый из них гражданин, они еще имеют собственную автономию внутри колена. Они распоряжаются. Окей. Есть у нас пришель, это у нас уроженцы, то есть эзерах, а есть пришельцы, которые эры в рав. Хорошо, для них есть свое место. А вот у вас есть здесь человек сложный, который вроде ни то, ни другое, но для всех это должен быть один закон, для всех должно быть место, а у вас здесь не было места. И поэтому в некотором смысле это видится, вот то, что Всевышний не просто говорит о наказании за этого человека, он и говорит дальше о том, что все законы про убийство перечислены здесь. Почему они вообще перечислены законы про убийство в разных вариантах? Потому что проклинание имени Бога рассматривается таким же уровнем, как убийство. То есть это некое убийство души народа, что ли, если так можно выразиться, отрицание каких-то фундаментальных основ, это убийство души народа, проклинание божественного имени. Поэтому есть убийство души народа, убийство человека, Убийство скотины и телесные повреждения человеку. То есть все это в рамках очень серьезных и тяжелых преступлений, и поэтому здесь смертная казнь. Это да, приходится это сделать, то есть нельзя этого человека не казнить. Но на самом деле закон один у вас должен быть, а вы это сделать не смогли. Поэтому здесь есть одновременно и законодательство, и некая критика ситуации. Зачем вообще перечислить про убийство человека и скотины? Потому что исходно непонятно, почему нужно человека, который проклят божественным именем, почему его надо казнить. Он, казалось бы, никого не убил. Это само по себе тяжелый закон. Поэтому здесь про все другие убийства тоже сказано, чтобы поставить преступление, проклятие божественного имени в ранг, в систему преступлений и убийства. Поэтому эти перечисления перечислены для объяснения народу о тяжести преступления и почему его надо забросать камнями. Но то, что подчеркнуто после всего закон один должен быть у вас, непонятно, это какой это имеет связь с запретами убийства и оплаты скотины, убийства скотины. Его можно связать только с самым началом ситуации. Причем в самом начале было сказано, что в 16 стихе и пришелец, и уроженец, тот, кто поихренает, должен быть по этому смерти. Это у нас уже сказано. Поэтому то, что у нас повторено в 22 стихе, это уже явно не про то, что данного человека нужно казнить. Это нечто еще есть особое между пришельцем и уроженцем в одном и том же законе. И в этом плане эта история может и осматриваться как наоборот чудовищный провал Моисея и всей системы. И более того, что это некая неспособность посмотреть на реальность, это некая привязанность слишком к жесткой системе, и Моисей привязанность слишком к высшим мирам, чем смотрит на реальность, которая не тревиальна, которая неправильна, которая вся никуда не укладывается. Вот есть ненормальный человек, ни в какую градацию не относится нормально. И вместо того, чтобы попробовать решить ситуацию, посмотрев на реальность, Моисей как бы продолжает по формальным вещам действовать. Поэтому это отдельная критика Моисея, как я сказал. И более того, это и осматривается как корень того, что евреи не вошли в страну Израиля. Что здесь в прямом смысле этого, конечно, нет. Но поскольку у нас вот это неумение посмотреть на реальность и переступить через какие-то формальные вещи, это и есть хуцпа. А нова смирение, это как закон дан, так мы полностью по нему идем. И в этом смысле неспособность Моисея решить ситуацию – это смирение Моисея и недостаток у него вот этого самого нахальства, хуцпы. И именно из-за этого мы знаем потом, что именно из-за этого он не вошел в страну Израиля. И таким образом корень того, что там потом лазучики не захотели войти. Но почему лазучики не захотели войти? Потому что Моисей так всю ситуацию направляет. Она слишком жесткая и она не способна на жизнь в стране Израиля. Она способна на жизнь изгнания, на жизнь в пустыне. В пустыне она подходит, а в стране Израиля она не подходит. И в этом плане, если мы так смотрим на всю эту картину, то это неспособность переварить хуцпу. То есть вот этот человек, который неправильный, который сын египтянина и еврейки, он проявляет хуцпа, нахальство. Он хочет влезть в свое место, в колено Дана, колено Дана его справедливо выталкивает. Это все окей, но система не может переварить эту хуцпу, система не может найти для нее правильную реализацию. И из-за этого происходит конфликт, из-за этого происходит не просто смерть этого человека, а в итоге не вхождение в страну Израиля. И тогда, если мы всю осматриваем систему как общую систему праздников, то, что светильник указывает на хануку, а хлеба указывает на физическое выживание и поэтому терапезу, и поэтому пурим, то тогда, конечно, система хуцпа и анова указывает на День независимости. Потому что все День независимости Израиля, он построен на неправильной ситуации. Вообще, все возвращение в страну Израиля, вся еврейская независимость, вся геула даже, то есть мессианский процесс, он построен на неправильности. Все люди ненормальные, все люди не те. Именно поэтому традиционные еврейства, религиозные Галута и мудрецы, изгнания, большие раввины, не могли принять этой ситуации, поэтому они не согласились с сионизмом. И все идет опять, если мы смотрим на историю сионистского движения, то вот эта двойственная самоидентификация, сын из рельтянки египтянина, то есть вроде и еврей, и вроде и неправильный еврей, поэтому Рафшерти это относит к герцелю, это нам кажется странным такое соотношение. На самом деле, если мы скажем, что это интеграция еврейской идентичности и нееврейской, то это не герцель лично, это все сионистское движение. Оно все началось из именно такой двойственной еврейско-европейской противоречивой самоидентификации. Египтянин и европеец это здесь ближайшие понятия. Мы понимаем, что египетская цивилизация это и есть путешественник европейский в этом плане. И они ссорятся из-за места в стане. То есть они не могут для такого ненормального полуеврея, полунееврея, полуевропейца найти место в еврейской системе. И поэтому нереализованный как бы геула, это вот эта история. А когда это исправляется и геула реализуется, то тогда у нас есть как раз день независимости. И поэтому тогда получается, что светильник, хлеб лицезрение и история про богохульство и наказание, это корни трех праздников мудрецов. Хануки, соответственно, Пурима и день независимости, который последний, здесь наиболее сложно, но он именно преодоление того ненасадка, который здесь был. В отличие от первых двух. И они в истории, поэтому мы разнесены, что Хану Курим у нас две с половиной тысячи лет и такого порядка, а день независимости только сегодня появился. И поэтому как бы история про богохульство, она противостоит даже несколькой истории про светильник и хлеб лицезрение. И те были в храме, а это в стане. Здесь тоже противостояние святости и будничности. И день независимости берет свой корень в будничности, а не в святости исходно. И реализует святость, включает в святость вот эту будничность. В этом вообще суть дня независимости. И тогда вся история, вторая половина, я сделаю мор, вся очень правильно укладывается во все праздники Израиля в полноте. В субботу праздники из Тары и праздники из Мудрецов.